так ну что давайте начнем с вами еще раз здравствуйте у нас начинается сегодня вебинар на тему как обойтись без ресурсной спецификации тем немного парадоксальная и вести его буду я зовут меня андрей лебедев и это один из вебинаров который будет прочитан серии производственное планирование там будет много аспектов много моментов если вас интересует по производственного планирования что-то конкретное вы свои пожелания можете озвучить у вас там есть чат я надеюсь все его нашли вот и в этот чат вы будете писать вопросы значит пока я буду вам что-то показывать до видео конечно будет сейчас я включу трансляцию давайте с вами поговорим вот о чем значит первый такой момент ну идеологический зачем вообще это нужно и зачем надо работать без ресурсной спецификации если можно работать с ресурсной спецификации и это будет намного проще и спокойнее значит причин тут может быть несколько ну во первых бывает так что это вот такая беда переходного периода когда какие-то спецификации недоделаны в каких-то спецификациях некорректные сведения что-то там нужно дописать каких-то данных еще нет а работать уже надо и вот в этом случае вполне возможна ситуация что какое-то время вы работаете без ресурсной спецификации бывают ситуации когда уровень учета в какой-то компании просто ну находится не на том уровне чтобы вот так вот жестко планировать да понятное дело что лучше использовать те механизмы которые программа предоставляет но по жизни бывает по-разному иногда те кто занимаются учетом видят только какие-то обезличенные сменно-суточные задания бывают ситуации когда там нету данных о том сколько конкретно материалов на что было израсходовано была ситуация когда расход материалов плавает и вот отступя немножечко в сторону я хочу вам сказать что если вы будете когда-то проводить инвентаризацию в производственном подразделении если вам нужно будет посчитать НЗП то что лежит в кладовой вы сразу можете готовиться что готовиться к тому что сюрпризов там будет очень много сплошь и рядом у нас производство ведется скажем так с творческим использованием нормативов которые задается конструкторский отдел была ситуация когда там производство какие-то нормативы меняется там из каких-то возможно технологических соображений не доводя это до конструкторского отдела одну все это конечно неправильно но это есть и естественно мы вот эти вот реальность реальность которые существуют жизни должны учитывать ну и наконец бывают ситуация когда ресурсную спецификацию создать просто невозможно почему но вот прошлый вебинар у нас был связан с спецификациями типа ремонт типа разборка вот пришло что-то на ремонт вы этот ремонт можете оформить с помощью производства с помощью производственных документов вот у вас операция типа ремонт вот отсюда надо будет отремонтировать бывает так что из каких-то типовых блоков этот ремонт можно собрать там не знаю смена амортизатора там смена прокладки и так далее но бывает так что вот конкретика чего надо что будем делать вот это вот решение об этом принимается на лету вот непосредственно когда идет осмотр того чего будете ремонтировать и принятие решения чего будем делать чего нет вот какую-то ресурсную спецификацию тут можно может быть создать затруднительно вот в это на такие случаи которые я вам перечислил имеет смысл подумать на тему чтобы как-то но более спокойно подойти вот этому процессу оформление производства и обойти необходимость использования ресурсной спецификации так перешел значит смотрите так опа и звук есть или нет слышите вы меня или не слышите должны слышать есть ну хорошо так что еще вы спросили запись будет доступна да она будет доступна запись будет доступна ее выложит у нас на канале так больше вопросов нету ладно давайте продолжим нас какие варианты у нас есть для того чтобы обойти вот эти вот стандартные варианты оформления производства ну на самом деле с чего хотелось бы начать вы можете использовать псевдопроизводство дело в том что у вас есть в 1с рп и в 1с комплексная автоматизация и в 1с управление торговлей возможность оформления такой псевдопроизводственной операции значит вы наверное уже догадались речь идет о сборке-разборке и когда вы создаете вот этот документ сборку-разборку ну значит по сути дела вы и осуществляете вот это производство вы осуществляете выпуск какой-то номенклатуры при этом номенклатуру вы собираете из каких-то компонентов значит ну там условно говоря мотор трансмиссия и вот с помощью такой псевдопроизводственной операции вы можете ну решить задачи про задачу оформления производства чего-то недостатки тут какие вам не будет здесь доступная функционал связанность производства вам не будет здесь доступен функционал связанные с распределением расходов вот с этими сложными механизмами распределения когда там задается правило вот это вы тоже здесь сделать не можете распределить какие-то дополнительные расходы на себестоимость это вполне возможно и если вы посмотрите те же статьи расходов вы увидите что можно создать статью расходов которая будет распределять расходы на себестоимость на сборку-разборку товаров пропорционально там количеству пропорционально весу объему и так далее то есть вот какие-то простенькие задачи производства вы можете решить с помощью этой операции причем вот такой подход он дает вам возможность ну вот как-то оформить производственную деятельность и в управлении торговли там сборка разборка есть то есть вот этот функционал он будет работоспособен и вот в такой простенькой программе причем стоит отметить что для сборки-разборки существует тоже вот некое подобие такой ресурсной спецификации вот называется это варианта комплектации здесь по сути дела вы создаете вот такую облегченную очень облегченную ресурсную спецификацию опять-таки напоминаю это все доступно и в управление торговлей тоже вот это первый прием так давайте гляну что там у нас так все нормально значит второй момент на самом деле бывает и ситуация когда ввод сведений о производственных операциях может существенно задерживаться когда такое бывает например такое может быть случае если само производственное подразделение и офис в котором там оформляются те же самые продажи территориально разнесены и собственных учетных мощностей у производства нет ну стоят там станки что-то выпускает что-то отгружают а там продажа маркетинг это все там за 10 километров находится в этом случае можно поступить следующим образом не очень часто он используется возможно вас несколько удивит дело в том что мы можем отгрузить номенклатуру вообще ничего не производя понятно что вы сейчас подумали об отключении складских остатков нет-то складские контроль складских остатков у меня не отключен вот остатки контролируются но мы с вами можем сделать что вот у меня есть какой-то основной склад специально для вебинара и мы здесь же можем создать помимо основного склада еще и кладовую я ее назову кладовая цеха 99 естественно это кладовая будет привязана к цеху 99 вот и что мы сейчас можем с вами сделать я сейчас могу взять и оформить документ который называется движение продукции материалов на будет интересовать передачи продукции из кладовой и что я делаю я укажу куда я укажу вклад получать я укажу продукцию но тот же самый агрегат в количестве там две штуки например я нажимаю провести закрыть как вы видите все прекрасно провелось и если мы сейчас с вами посмотрим отчет по складу мы увидим следующее на основном складе у нас появился агрегат вот он а на складе кладовая цеха 99 он списался в минус появился отрицательный остаток и это для программы нормально и контроля остатка контроль остатков в данном случае работать не будет вы можете просто зафиксировать сам факт выпуска путем передачи складовой на обычный склад что происходит дальше для того чтобы сделать следующий шажок у нас есть специальное рабочее место которое называется оформление производства без заказа и вы видите что в этом рабочем месте у нас уже выводится подсказка что нам надо оформить выпуск вот этого вот агрегата 001 давайте я оформлю вручную значит соответственно при оформлении уже потом я могу по факту заполнить то что я хочу израсходовать из этой кладовой заполнение может происходить в ручном режиме хотя программа и использование спецификации тоже допускают могу указывать могу не указывать могу вообще вот здесь поставить группировку затрат затраты не указываются в этом случае в документе эти затраты просто не планируются к указанию вы их не увидите я нажимаю провести и закрыть как вы видите никаких отрицательных остатков больше нет давайте посмотрим выпуск произошел минусы ушли значит обращаю внимание что выпуск сейчас я провел без использования материалов соответственно и ресурсным спецификациям не совершенно ни к чему вот естественно я мог бы не связываться вот с такой вот передачей не делать ее отдельно и потом значит подпереданные тмц под переданную продукцию оформлять выпуск я мог бы это сделать сразу можно оформить вручную производство без заказа в этом производстве без заказа тоже указать затраты не указываются добавить агрегат ну давайте я вот это возьму изделие 01 три штуки провести и закрыть и вот здесь я это изделие выпускаю естественно я думаю что прекрасно понимаете что все вот эти вот минуса которые вы увидели в в отчете ведомость по товарам на складах все эти минуса они должны быть до конца месяца ликвидированы то есть программа будет ругаться что вы что-то там по где-то там остатки минус загнали в конце месяца все вот эти вот производственные операции они должны быть обязательно выполнены давайте теперь вернемся снова к этому самому документу без заказа и если мы его еще раз откроем и посмотрим мы увидим с вами что продукцию мы выпустили продукцию мы выпустили и в количественном отношении она на складе присутствует в количестве нам но не в суммовом сейчас у нас вот это вот производство без заказа создает какие-то количество на складе но себестоимости у этих количеств на складе нету ну не откуда просто это взяться значит откуда она берется ну вы я думаю понимаете что во первых я там могу постепенно вот это производство без заказа дозаполнять я беру документы изменяя в нем группировку затрат но по сути дела любой вариант кроме затрата не указывается он позволит нам указать материалы работы зафиксировать трудозатраты то есть вот первый путь первое продолжение того приема который я вам показал это до заполнения документа превращение его сказать полноценный документ производства но это не единственный вариант что у нас есть еще во первых мы можем с вами сформировать себестоимость продукции которую мы выпустили таким образом исключительно из каких-то косвенных затрат что я имею ввиду давайте обратимся финансовые результаты контроллинг у нас здесь есть статья статьи расходов и мы можем создать статью расходов ну давайте пойдем как бы прямолинейно при производстве вот при производстве мы можем конкретные расходы разнести на конкретную партию производства или там на конкретную продукцию партия производства это этап производства или производство без заказа и тот или другой документ подходит под определение партии то есть мы просто указываем на что мы эти расходы списываем Значит, каким документам мы будем их списывать, ну, в данном случае неважно. Механика будет везде одна и та же, и, скажем, формат нашего вебинара, он вряд ли позволит нам перечислить все документы, которых может произойти списание, их, в общем-то, в программе достаточно много. Но это может быть, например, внутреннее потребление. Вот, собственно говоря, если вы со склада чего-то спишите, какие-то ТМЦ, используя документ внутреннее потребление, ну, давайте, пример, я доведу до конца, я создам вот эту вот статью расходов. Называться она будет списание ТМЦ на производственные партии, списание на себестоимость партии производства, обратите внимание, прямые расходы. Значит, ну, статья калькуляции не суть важна, аналитику проставили, вид расходов поставлю прочее, записать и закрыть. Ну, и теперь я могу на каком-то складе создать документ внутреннее потребление, списание на расходы. И вот тут, создавая этот документ, указываю какой-нибудь основной склад, вот, ну, неважно, что я буду списывать, в каком-то количестве указываю списание, статью списания, списание ТМЦ на производственные партии, и указываю аналитику списания, ну, в качестве аналитики списания у нас вот пойдет производство без заказа, тут вот только его надо, конечно, найти, ну, вот, например, мы изделие вот это производили. Вот, все, после проведения, значит, вот этот отвердитель спишется со склада, 5 литров, а стоимость вот этих вот 5 литров войдет в себестоимость продукции. Это прямые, прямое списание. Можно еще и косвенное списание сделать. В этом случае статья расходов будет настраиваться немножко иначе, в иных процессах, включая общепроизводственные и общихозяйственные, распределяются распределяемые косвенные расходы, и в этом случае нам придется здесь задавать какое-то правило распределения расходов. Ну, это может быть на партии по тому или иному принципу, например, на количество продукции, можем на какие-то статьи расходов, значит, можем между подразделениями, между партиями распределить, можем установить отбор там по конкретной продукции, ну, и так далее. Вот. В этом случае сумма того, что вы хотите распределить на продукцию, она распишется в соответствии с указанным правилом. Вот. Значит, как это работает, какие тут возможности настройки есть, это уже, так сказать, тема для отдельного вебинара. Вот. Ну, вот таким образом можно выкрутиться. И существует специфический механизм, который предназначен именно для... Ну, говорю, не ломай эту систему, которая у нас сейчас есть, какой-то они работают, вот немножко внести изменения, и потому что их сломать невозможно. Вот эту вот нашу машину, ну, это просто вообще все сразу посыпется. Практически, вы меня спрашиваете сейчас? Мы уже придумали, мы уже были готовы. Но опять же, та же самая Марша, которая бесконечно подходит, она сказала, что она в 9 утра будет здесь, а время было 10, ее нет, в июле нет. Когда все... А ко мне все бегают, и мужу документы первые говорят. Да, в 9 часов Марши никогда не просят. Она обещала, что она будет здесь со мной хотя бы несколько дней. То есть мне нужно было что сделать? Я же уже знала, что нужно было что делать. Нужно было каждому ходить, и с каждым стоять, и показывать, что нужно делать. То есть, либо это Марша, либо, ну, как бы я вот... Во-первых, вы всем не покажете за меня, потому что количество абонентов в этой цепочке должно включать плюс опл-шахты, плюс юридиковые... Может быть, мы перед этим показали предварительную... Так, спросите, у кого включен микрофон? Мы перед ним программу, остатки перенесены были некорректные. Начнем с того, что не на моем предприятии, мы платежку сделали. Как организация? Так, сбой небольшой у нас, но ничего страшного. Давайте продолжим. В любом случае, с конечной записи мы это вырежем. Так, давайте вернемся. Значит, ну, я уже сказал, вот таким способом мы можем выкрутиться, но существует еще одна возможность, и она как раз штатная. То есть, она создана, вот, совершенно осознанно, самой 1С. У нас есть рабочее место, которое называется распределение материалов и работ. И по этому рабочему месту мы можем указать фильтры, период, цех, подразделение, там, вывести то, что числится за цехом и подразделением. Ну, сейчас там только уже готовая продукция, поэтому давайте я все-таки туда что-нибудь перемещу. Так, передача материалов в кладовую. Основной цех. Кладовая цеха 99. Так, ну, давайте я подберу, что там есть у нас. Так, у нас там, похоже, ничего и нет. Да. Так, это у нас агрегат. Ну, вот, у нас есть какой-то материал 003. Давайте мы его перенесем в документ. Количество 4. Да, с основного склада в кладовую. Так, еще раз посмотрим. Что у нас числится? Вот у нас появился... Появилось... Материал. Значит, по учету у нас 4 штуки. Я могу, как бы, провести инвентаризацию, указать, что у меня по пересчету на конец месяца осталось вот эти вот самые 2 штуки. Соответственно, 2 штуки я должен как-то распределить на производство. И здесь программа позволяет сделать специальный документ, который называется «Распределение материалов работ». И тут я, скажем, задаю какое-то правило распределения. Ну, например, распределение по количеству продукции. Ну, можно какую-то статью. Материалы основные. Можно распределить по правилам, можно указать конкретные партии, конкретные документы выпуска, отдать на статью расходов. Ну, в общем, как сочтете необходимым. Соответственно, вот при таком распределении стоимость этих материалов будет распределена в соответствии с тем правилом, которое будет указано. То есть, ну, вот можно пойти вот таким путем. Ресурсной спецификации нет, но по итогам месяца мы посмотрели, какие материалы у нас израсходовались. И, соответственно, расходы разнести на то, что мы выпустили в течение месяца. Вот такой котловой учет. В принципе, если у вас продукция более или менее однородная, вполне разумный результат получится. Вот. Вот это второй подход. То есть, мы просто фиксируем выпуск, потом занимаемся распределением того, что мы израсходовали с помощью того или иного подхода по тем или иным принципам. Так, давайте вернусь. Вопросы какие-то возникают у вас. Давайте посмотрим. Так, ну, все, замечательно. И есть у нас еще одна возможность, которую я сейчас вам покажу. Значит, смотрите. У нас, предположим, существует нити заказ на производство. Давайте я ее создам. Я создаю заказ на производство, указываю организацию, подразделение, указываю продукцию, которую я... Так, вот такую старенькую уже. Вот так она мне сломает, что это я не повезла. Я не повезла. Я не повезла. Так. Во. Простите, но звук я отрубил всем. Так. Вернемся к нашей теме. Итак, я выпускаю какую-то номенклатуру. Ну, опять-таки, я возьму этот самый агрегат. Выпускаю его в количестве, скажем, три штуки. Спецификация у меня есть. А ее не будет. Значит, вот смотрите. Получателя надо указать. То есть, вы видите, что подчеркнута была вот эта вот графа. А вот спецификацию программа от нас не требует. То есть, я сейчас вполне могу запустить вот этот вот заказ на производство в работу без указания спецификации. Значит, ее, конечно, можно будет указать потом. Да, а можно сделать по-другому. Вот сейчас я пойду. Значит, производство. Вот у меня в очереди заказов этот заказ. Вот. И я сейчас могу попытаться сформировать документы производства. Но это мне не удастся. Ну, давайте я попробую это сделать. Значит, программа сообщает, что она ничего сделать не может. Этапы она не сформировала. Если что, можем даже посмотреть. Да, нету этапов производства. Ну, собственно говоря, программа просто не знает, как их надо формировать. Но мы можем пойти другим путем. У нас здесь есть вот такая кнопка, которая называется структура заказа. И вот здесь, в этом рабочем месте, мы можем заняться созданием этапов на производство. Вот прямо тут. Нажимаем гиперструктуку создать этапы. И у нас выводится рабочее место создания этапов производства, которое позволяет нам вот сейчас прям на скорую нитку эти все этапы свинтить. Ну, знакомые, да, закладочки. Закладочки соответствуют этапу производства. Начнем мы заполнение вот с этого. Производственный процесс. Предположим, у нас будет два этапа. Этап 1, который выполняется в цехе 99. И этап 2, который выполняется тоже в цехе 99. Важно! Напоминаю, что у последнего этапа порядок, вот вторая цифра, должна быть 0. Значит, кто формировал ресурсную спецификацию, должен помнить, что вот это вот номер этапа, это номер следующего этапа. Кстати говоря, вот эта вот система, она позволяет довольно причудливо ветвить разные этапы. Но об этом мы отдельно поговорим. Важно, что последний этап, он должен быть один. Вот с следующим этапом 0. Значит, этапы мы сформировали. Предположим, на первом этапе производства я израсходую мотор. Одну штуку. И тоже на этом этапе производства я израсходую трансмиссию. Тоже одну штуку. Указываем материалы основные, материалы основные. Добавляем этап 2. Ну и давайте я здесь масло использую, какое-нибудь моторное. Больше ничего у меня здесь не будет. 5 литров тоже материалы основные. Ну и чтобы у меня все заполнилось, так, израсходована дата. Ладно, пока не буду ставить. Вот, выпуск на этапе производства 2. У нас выпускается агрегат. Обратите внимание, что здесь же я могу и побочный выпуск указать, если у меня такой предполагается. Так, трудозатраты тоже самое. Отдельно показывать не буду. Ну, в принципе, мы можем проверить, все ли заполнено. От нас требует дату. То есть программа проверяет то, что... Так, я немножечко неправильно сделал. Я сейчас объясню, в чем дело. Значит, я заполню расход. То есть предполагается, что это все уже ушло. Но у меня этого нет на складе. И на самом деле, если я только планирую этап, не расход, а без печени. Расход это уже реальный расход. Значит, давайте я чуть переделаю. Этап 2. Мотор. Трансмиссия. Дату отгрузки не обязательно. Так, масло. Так, масло. Так, склад. Ну, давайте я поставлю плодовая. Так, и вот это вот сюда тоже. Так, дату отгрузки не обязательно. А вот количество надо. 1, 1, 5. Вот так. И давайте проверим заполнение. Так, чему ругнулось? Нет статей калькуляции. Правильно ругнулось. Материалы основные. Материалы основные. Материалы основные. Еще раз проверяем. Дату производства надо указать. Ну, давайте укажем. Так, еще раз. Ну, вроде бы, все нормально. Ошибок нет. И мы нажимаем записать. Записали. Закрываем. В принципе, вот здесь можем попробовать обновить. Это все. Ну, она быстро не обновится. Ну, в принципе, обратите внимание, программа уже не требует формирования этапов. Она нам говорит, что нам надо как-то разбираться с обеспечением. Требуется обеспечение. Этапы у нас есть. В этапах у нас ровно то, что я задал. И теперь речь уже идет об исполнении этапов и завершении производства. Ну, это уже будет идти по типовой схеме. Вот так вот вы производство можете скрутить на живую нитку. Исходя из тех решений, которые вы приняли при принятии заказа производства. Вот так. Значит, давайте посмотрим, какие вопросы у вас возникли. Ну, я вижу только про звук. Так, какие вопросы возникли, озвучивайте, пожалуйста. Значит, заодно можете сейчас какую-то тематику на будущее по производству, которая вас интересует. Вы, соответственно, тоже здесь можете в чате написать. Я это учту при подготовке новых вебинаров. Значит, производственное планирование, вот то, что написано в вебинаре, это название серии вебинаров. Значит, у нас уже был вебинар по ресурсной спецификации. Сейчас вот по тому, как идти без нее. И дальше мы пойдем по различным вопросам, которые в ходе производственного планирования возникают. Ну, смотрите, если изделие произведено давно, ну, не совсем понятно, зачем вам нужно его отражать именно в производстве. Вот, у нас, ну, есть возможность просто ввести начальные остатки, оприходовать по результатам инвентаризации. Ну, надо ли в этом случае вообще с производством связываться? Ну, не знаю. Значит, если вы, тем не менее, хотите, чтобы какой-то производственный документ фигурировал, это значит, что надо делать, вот, производственный документ без указания затрат, а потом вы откуда-то эти затраты должны взять. Ну, как бы, из ничего ничего не бывает. То есть, у вас должен появиться, там, какой-то расход, который вы спишите на эту себестоимость. Просто напрямую задать, ну, это, конечно, тоже можно, но это немножечко такая неконвенционная вещь, когда вам, там, придется отверткой ковыряться в системе, лучше этого избежать. Вот. Как вариант, ну, не знаю, если вообще я неоткуда взять вот эту вот себестоимость, ну, оприходуйте по результатам инвентаризации что-то по какой-то цене, и потом спешите это на себестоимость. В этом случае у вас, там, будут излишки по инвентаризации, которые, там, появятся на складе, и потом будут списаны в себестоимость вот этой вот продукции, которую вы, как бы, выпустите. Так, какие вопросы? Ну, вроде вопросов больше нет. Спасибо за внимание. За время мы уложились. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...